Да вы хоть ногой пишите, автора письма все равно определит эксперт-почерковед. Ученые авторитетно заявляют, чем бы человек ни писал, его почерк сохранится. А сейчас разложите свой характер по... почерку. Обладатель крупного легко находит общий язык с разными людьми. Мелкий почерк указывает на замкнутость, сильный нажим – признак усидчивости. Бледные буквы выдают слабовольного человека, у женщин буквы более плавные. И это не все тайны, которые скрывают наши загогулины. Максим Зараев пять лет учился в Саратовском юридическом институте МВД России на эксперта-криминалиста. Помогает обнаруживать подделку подписей, юридических договоров, документов и даже медицинских справок. В личных целях свои умения Максим пока не применял, но сознается – может пригодиться, когда ребенок вырастет и пойдет в школу. Это все такая рутинная работа, особенно связанная с почерком. Просто смотрится там – здесь крючочек, здесь треугольничек, здесь квадратик, здесь еще что-то. И все это сравнивается, и все в совокупности смотрится и проверяется. Одну-две подписи эксперты следуют за 3-4 дня. Сейчас в закромах лежат 4000 необнародованных подписей. Максиму предстоит сравнить выполнение букв, их количество, направление подписи. Чтобы зрение не напрягать, текст можно увеличить на компьютере или использовать увеличительное стекло. Делается увеличенное примерное изображение подписи, и смотрятся признаки, как человек пишет, где какие движения он выполняет, где делает какие-либо остановки. Если подозреваемый расследованию помогать отказывается, свободные абзацы его письма могут взять на работе или даже в школе. Абсолютно идентичной подписи быть не может. Вы даже два раза не распишетесь одинаково. Если вы даже два раза распишетесь и положите сами ее на просвет, она будет чем-то наотличаться. Как нет в мире двух одинаковых отпечатков пальцев, так и не существует абсолютно похожих почерков. Даже братья-близнецы пишут неидентично. Может почерк меняться в зависимости даже от погодных условий, чем, например, когда холодно, от состояния, алкогольное опьянение, просто стресс. Также меняется, может изменяться почерк с возрастом. Особо хитрые подделыватели почерка пытаются обманывать, меняя пишущую руку. Зоркий глаз эксперта подметит искривление прямолинейных элементов и зеркальность движений. Наш эксперт-почерковед Максим Зараев признается, сложнее проводить экспертизу с простыми подписями, потому что их легче всего подделать. Так что обезопасьте свои документы неординарной фамильной загоголиной. Продолжение следует...